Тяжко смотреть, когда человек Богу служит, как должно. У них главное, что... Ну ладно, что-то не так. Ну а поражу пастырь России и Соуса. Это от кого? О ком сказано? Я вас не поражаю. Ваш волчатник, я знаю клеветнический. Вы вокруг меня крутитесь и поразитесь, чтобы вырвать кого-то. Доказательств никаких не надо. Это вы делаете, а не я. Поражу пастырь России и Соуса. Что-то не так где-то против меня идет. Но я-то для них духовный считаюсь. Они обратились в университетах, по радио выступал в милиции. Вас-то нигде нет. Мы работаем в тюрьме, главное. Работая 17 лет, 17 лет, и ни один человек у меня не обратился. Ни один. Почему? Они не готовы. Поп пришел полупьяный, немытый, грязный. Говорит, а что он так воняет, поп-то? Я могу фамилии все назвать. А он не протрезвился пьяный. 470 человек причастил, может 200 крестил в один день. Так дискредитировать, профанировать веру никто не может, как попы. И они лезут на меня, лезут, валом идут со всех сторон. Почему? Поражу пастырь, рассеются овцы. Это мои овцы. Я родил их благоуставанием, Павел говорит. А вы на отцы по названию. Вы никакие не отцы, разбойники. Он приходит убить и погубить. Вырвал из общины человека, допустим, удалось тебе. Еще дальше. Ну дальше ты посмотри на нее. Она выскочила, а дальше-то ничего нету. Она никуда не ходит. Ясно, что это служители С. У них и фамилии, и все. С.Д. Почему? Не знаю. Сатана, дьявол. Поражу пастырь, рассеются овцы. Вам главное поразить меня. Но это не удастся вам. И вам нельзя сделать. Потому что я Господень. Я призванный Богом от детских лет. Вам путь мой не пройти. Вы в глаза во сне этого не видали, что я пережил за Христа. Как преступники обращались. Здесь начальники, начальники не где-то, а начальник тюрьмы, полковник, пришел к Богу. Вы это только во сне слышали. И где они? Где? В Московской патриархии все до одного. Вызвали священника, исповедовались, причастились. Полное троекратное погружение приняли. Все до одного. Это является нонсенс. 53 года я учусь у Бога. И обратились не сотни людей, не сотни. Все до единого пришли в Московскую патриархию. Туда я направляю. Из Московской патриархии меня же убивают. Это вообще. Христос пришел к своим. Свои не приняли его. Не приняли. Это еще одно доказательство, что я Христов. У меня все сходится по Писанию со Христом. На меня сотни, может, тысячи попов. Неверующих. Поражу пастырь Растельцев. Когда я вернулся из заключения, домой сразу же, прям в этот же день, пришла машина из КГБ. А меня нету. Надежда Васильевна, Ходотайс, они ее знают. Надежда Васильевна, а где Игнатий Тихонович? Да он в милицию пошел там паспорт оформлять. А он сильно обижается на нас. Он говорит, вообще, я такого слова не слышу. Он молится за вас. Да вы что? У меня в КГБ на Пасху звонят и поздравляют. Понимаете? Вы ничего не знаете. Когда человек туп и безмозгл совершенно, ему деваться некуда, он идет в попы. Или в экологию куда-то, где ничего не делать. Профсоюзные деятели. А мне никуда не надо идти. Я профессиональный строитель, копаюсь в земле. Вот оно, что-то моя бригада. Все трое, вот они работают. Вот они пришли через мое благовестие. Я могу представить, сегодня же 300 человек. 300. И все до одного пришли через мою пропасть. Покажите вы одного, чтобы он не был придурком. Сосете, как дохлая корова. Найдет масол и сосет. Вот мощи, 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 мощи. Мощи, вот мощи. Когда я не ем, не пью, я приезжаю из благовестнических трудов, из миссии, из Португалии, с Испанией. Меня сестры обнимают. Ой, одни кости, мощи. Я говорю, живые мощи. Вот мощи. А где вы так научились? У Лукиана. Он говорит, на грудь ставьте чашу. Вот алтарь божий. А он закованный лежит, ноги в колоде. Надо жить по-христиански. А что вы так делаете, это естественно, на вас обижаться нельзя. Это не вы делаете, а вы через вас, как через сосуды дьявола, сатана делает. Любое ваше движение показывает рога, копыта и хвост. Риза не скроет этого. Да вы бы, не знаю как, молились день и ночь за меня. Господи, сколько людей пришло из сектантов, стали православными батюшками, лучшими батюшками, лучшими. Вам всем с отцом Геннадием Фастом не сравнится даже. Посмотрите на него. А у нас сохранилась первая наша беседа. Вы об страх умерли. Я приехал однажды в Москву, тайно, ночью ко мне пришли. Тайно. В советское время три архиерея. Три архиерея на квартире. Я ничего не знаю, что это не мое, это Бог. Бог открыт. Вот какие дела-то. Это каждый день я могу показывать и показывать. Вот детский лагерь. Вот еще до перестройки у нас был. 44 года. Тысячи детей на этом костре были. Сохранились песнопения, видеозаписи, когда поют. Это новые люди. Да, мало. Конечно, мало. Ну, а где сказано, что многие спасаемые? Мало спасаемых. Званых много, а надо звать. Звать. Купели, когда строите. Ни одной не были, когда я начал хлопотать об этом. Всем архиереям писать везде. Они этого не знают. Вам худо то, что вы нападаете. Помогайте мне. Вам помогать. А в чем помогать? Это злословить людей. Гоняться за Невзоровым. Помогать Чаплину. Смешно было бы Дворкину. Просто горе одно. Во славу Божию. Что я делаю? Любой, который человек посмотрит, он сразу скажет. Гвозди выпрямляют. Гвозди. Мы не гвозди старые вытаскиваем, снова выправляем и забиваем. У нас нет ничего. Ну и как иначе-то? Про гвозди тоже написано. Вот я сегодня выписал, посмотрел. И Крисиас 12 глава, 11 стих. Слова мудрых, как вбитые гвозди. Вбитые. Ну как можно этот гвозь вбить? Вот этот гвозь. Вот он лежит. Ну, кто его забьет? Его надо сначала выправить. Мудро знает, как оттащить топор. Написано. И, к слову сказать, вот на работе работает где? Все что-то тащат. Ну, а как узнать? Ну, что домой люди приносят? Мама ваша что домой приносит? Мама? Мама иногда колбасу приносит. А где она ее в чем? В авоське приносит? Нет. Она ей подпоясалась. Колбасой подпоясалась. Сосиски. Чтобы через охрану пройти. И один мальчик ничего не может сказать. Папа приходит и ничего не приносит. Учительница задумывалась. Это надо познакомиться. Это один человек на весь класс, который не ворует. Так проще сказать-то. И она решила спросить тогда. Ну, папа, когда с работы приносит, то у него в руках что-то есть? Есть, но не всегда. А что? Твердая такая бумага. И она трубочкой. И она поняла. Он в чертежном отделе работает. Бумагу-то тащит домой. Ворует. Все ворует. Когда Ключевской написал, или Карамзин, книги решил подарить там царю-то. Ну, царь говорит, я не могу все прочитать. Там четыре тома, кажется, российская история. А что там написано? Он подумал и говорит, воруют. Кратко, в одном слове. Воруют. Обворовали людей от разума. У нас, вот я знаком был у Леська, Валерий Викторович, это ученый-секретарь, профессор Алтайского государственного технического университета. Он интересный такой человек. И он говорит, с женой прошел, я говорю, Валерий, вот посмотри, вот шуба, там китайская, вот это вот, там цейлон, вот это. Ничего нет, нигде нашего нету. Почему? Раньше при советской власти, даже при самом дурном правителе, что-то было свое, тяпка, там сейчас еще не можем купить, грабли и те зарубежные. Почему? Мозги отшибли. Сказали Бионика, это нельзя, Вавилова убить надо, он собрал там, я не знаю, сотни сортов пшеницы со всего мира. Этого человека убили, а палач, расстрелявший его, получает пенсию персональную. Это все разузнано уже. Почему? Потому что все на кривом, все на безбожество. Ну и были же и церкви открыты, как сейчас, уродуют души людей, те, кто имеют доступ к душам. Я преподавал в разных школах, университетах и говорил, если будет суд за гибель России, то на первой скамье подсудимых будут сидеть учителя и священники. Учителя и священники, это тоже учителя. А как они учат? Они подбирают, ну кадры решают все. А они как раз берут в кадры такие, которые совершенно негодные. Главное, чтобы рта не раскрывал, был подчинен им. Сказали, ложись в постель, ложись. Считайте новые данные, которые Андрей Курай выставил. Они канонические правила, спрятали каноны. Игнатий против канонического православия. Это говорит человек, на котором ряса. Да я столько канонами занимался, и когда община образовывалась, чтобы ни одного правила не нарушать. Я могу спросить у Осипова, сколько всего правил? Он не знает, он не может ответить. Хотя я его и не спрашивал, я знаю по жизни его. 989 с юстинянными декретариями. А сколько ныне действующих? Ну были временные там, и к епископу Кордувию, ну такой статья. Он умер, его нигде нету. Это снято. 719. И 413 правил канонических, это апостольские правила, 7 вселенских, 9 поместных, там кажется 17 святых отцов. Это нарушается. 413 правил умышленно, целенаправленно, ежедневно. Не на дорогах мира, нигде этого нету, только в церкви, только в патриархате московском. Я потратил 3 года над канонами. И у нас ни одного правила не нарушается. Ни одного. Специальные священники, архимандриты подыскивались. Ничего не нашли, одно только. А вот написано, с евреями не есть вместе, в корчме. Да я не захожу в корчму. Зачем я буду туда ходить? У меня с собой всегда, еду на день, беру на два. А написано, с евреями мыться в бане нельзя. То есть, ненависть к евреям. Да я и не моюсь в баню. Зачем? Я вообще в баню не хожу. Да вы что? Еще давай искать где. А вот если ты где-то, и тебе надо на двор сходить, надо лопатку, испражнение, закопать. Я говорю, а зачем закапывать? Пускай сохнет, лепешки печь можно будет на них. Смеюсь над ними. Люди приходят, да у вас попы-то какие, идиоты. Одних дураков наставили. С простым ответом обращаются, ничего нет. У нас тут был один священник, Желтухин Александр. Я не знаю, у него своих там ребятишек шесть надо было, да еще приемных где-то. Ничего делать не хочет. Ему подарили здесь, дали, ну как подарили, дали телку, она отелится, будет корова, ты будешь молоко есть, две телки, овечек дали. Ну а когда маленько оперишься, тогда это отдашь хозяину. Я купил корову, я лично дал одному человеку, он ее держит. Ну дал я на двухлетка, это самое в силе корова. Теперь он уезжает, такую же корову подать новоселу. То есть видите, какой метод. Он ни слова не говоря, заколол обоих телок, зарезал, и порезал овечек. Вся деревня задрожала. Да телка, это будущее, это репродуктивный возраст ее. Вырезал. Теперь все картошку где, спахали ему, все. Он ничего не хочет делать. Почему? Он поп. Он не будет работать. И вот выбирает, представьте, семь ребятишек, свиней там, или еще он там держит. И в это время картошка поспела убирать. Маленько убрали, я пошел, поле брошено, уже дожди. А почему вы не убрали? А у нас уже хватит, то есть на сегодняшний день. А где мы были, нам всегда убирали. Девка на выдании, ребята здоровые. Все растут не на работе, паразитами. Кто их делает такими попы? Вот у нас одна работала, Демидова Анна, старушка такая, она за детьми ухаживала, у Войтовича отца Николая, благочинного. Семь лет работала, ни разу не видела, чтобы он перекрестился, садился за стол. Это чего-то стоит? Ни разу. И когда она сказала об этом вслух, матушка, матушка хорошая, рядом, ее через забор все вещи повыкидывали, иди отсюда. Вот ваша доброта. Как вы отвечать будете за это, батюшки? Ведь гибель России, это по вашей вине, вы царя подвели, как говорится, под монастырь. Расстреляли его там, в Ипатийском доме, со всем семейством. Вы ничего не хотите делать. Я посмотрел, Матфея 23, 32, но Господь так никого не обзывал. Считайте. Он говорит, порождение Ехидина. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вы в Гиену убежите. Как? Ехидны. И как вы убежите от осуждения в Гиену? Как? Никак. То есть, они приговоренные. Почему, Иоанн Златоуцкий говорит, большая часть священников погибает? Такая тусклая жизнь, меняют машины, в пьяном виде гонят, где-то задавил людей, и тут же его оправдывают, и из дела исчезают дела. Люди-то смотрят, видят. Какой рейтинг? Вы в презрении все. За малым исключением, за малым. Но эти малые, они гонимые вами. Куда только не бросают, как отца Геннадия Фастова в Абакане. А вы его ногтя не стоите. Сколько душ через него пришло, из стектантов и других. Вот только судят. Дальше. Вторая книга Сарс, 16 глав, 12 стих. Там один был семей, сын Геры, поносил Давидов, как меня, Дудин, там другие. Ну, а почему ему не запретить? Мне говорят, щелкни только, не запускай его на свои ресурсы-то. И он не будет выступать. Не буду я этого делать пока. Я это иногда делаю, очень-очень редко. Когда? Когда человек хулит Христа в открытую. Хулит. Я не вижу, что он Христа хулил. Он только христианина судит. Он судит по тем меркам, которые есть. У меня написано во свете Библии. Вы во свете Библии мне дайте претензии. Да открытым оком, чтобы смотрели, слепцы. Почему так говорите? Потому что не я сказал, Максим Горький. Он стихи писал. Он говорит, «А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Жирными пальцами, как Мандельштам писал, Мостив и Сталине». Вот так и вы. И жирные пальцы, как черви. Вы не знаете ни Христа, ни Бога, ни евангельской веры. Ничего не знаете-то. Вас судит сегодня Слово Божие. На каждом шагу. Евангелие от Яна 12,48. О чем говорит? Я его когда прочитал, в 62-м году, Господь говорит, «Я не сужу вас». Да как же, он же судья. Не сужу. Слово, которое я дал, оно будет судить вас в последний день. И я понял, все мои знания, прочь, Библия на стол. Я до 10 часов в день проводил за Библией. Я вижу, вы Библию совершенно в руках не держите. Бог будет судить по Слову, по Библии. Поэтому, по Библии, святой, дайте мне обвинение. А то вера каноническая, Игнатий отрицает. Это вы, попиратели, 413 правил ежедневно, целенаправленно, умышленно разрушаете. За каждым правилом это сон епископов. Четвертый вселенский. 630 епископов. А нет, надо, как сегодняшний архиерейск, «Лизоблюды окаянные, вы проклятые». Бог вас проклинает за одну десятину, которую вы не можете научить, чтобы люди давали. Сами ее не даете. Считайте Малахия, 2-я, 3-я глава. Проклятием вы прокляты. Вы все обкрадываете меня с большой буквы. Меня. Обкрадывайте. Оно принадлежит Богу. А вы ее обкрадывали, не даете. То есть, ты заработал 90, Бог говорит, я положил 100. А верни теперь с твоей рукой десятину. Верни. Десятиной, вы спросите, а чем обкрадываем? Десятиной приношением, которое вам приносят, и десятую часть доходов? Вам эти рта нельзя раскрыть, как черви слепые живут. А у вас только позор и анекдоты. Второе. Если поносит человек Святую Библию, если он не поносит, я его еще терплю. Если не поносит церковь, даже в его понимании. Вот я считаю, что он перешел все эти грани, этот Дудин. Фактически. Поистине. С открытым оком если смотреть. Но в его понимании он делает правильно. Я его закрою, и больше не будет. Он вылазит и вылазит. Придет время, вот это все он будет просить удалить. Ко мне одна заходила, одарка, и она поносила это подло. Да заткнули ему пасть, харю там, и прочее. Против Даниила Сысоева, святого священномученика. Я оставил. Проходит год второй, и она вдруг приходит по другим именем. Не одарка уже, а киска. Уберите оттуда. Я была такая, я не права, я что делал, это другой человек, это совсем. Уберите этот позор. Что я делала, что говорила, а я не убираю. Зачем убирать? Пускай на этом люди учатся. Обычно говорят, не закрывай меня, а это наоборот. Мои материалы убери. Другой говорит, не убирай мои материалы. Вы будете вокруг плясать, что вы сказали. Мне вреда от этого никакого нет. Абсолютно. И вот вторая книга, царь 16, 12, где себе сын Геры шел и поносил Давида, уходи, уходи, кровопивец. А веста говорит, позволь царь, я сниму с него голову. Не надо. Быть может, Господь призрит на это поношение и простит мои согрешения. Пусть поносит эта окаянная бесовская дудка. Пусть. Может, мне что-то Господь и простит за это поношение. Я в руки Божьей все отдаю. Он обязательно выйдет где-то и он сам увязнет. Будет искать своих рабов за стенами города и Соломон оттяпает ему голову. Первое, Фессалоникийцам 2.15. Они, говорят, противятся всем человекам. Кто это? Священники. Всем человекам противятся. Единственное, что они знают с властями. Любыми путями с властями. Это Сергеянство, митрополит Сергий Строгородский сделал эту беду. Предали всех, кто в мученике сидели в тюрьмах. Это предатели, это враги народа. Подмеч. В истории церкви этого не было. И от них вот эти выкормыши вырастают новые. Они без властей шага не могут шагнуть. Так, чтобы на новом месте, как мы, основать деревню, общину. Далее. Второе, Тимофея 3.8. Они противятся истине. Безумие их обнаружится перед всеми людьми. Это я обращаю в первую очередь к священникам. И в первейшую очередь к тем, которые на меня нападают. Вы взамен-то ничего не можете дать. Вы пришли на мои ресурсы, на мой YouTube, в YouTube-канал, ВКонтакте. Ну, везде, где бы ни заходите и гадите. Гадите их, пакостите. Зачем вам это нужно? Ну, вы не можете, понятно. Душа ваша продана. Она проклята за небрежение. Иеремия 48-10. Проклят, кто делал, а Господь не делает небрежно. Ты что делаешь сейчас? Картошку чистишь? Ее непонятно, Божье дело или нет. Но если человек крестит человека, это Божье дело? Божье. А они ладошкой мокрые по лбу. Обливания-то нигде нету. Но обливания-то нет обливанцев. Обливания-то это раздеть полностью головы и возлить ведро. Одно, второе, третье. То есть, щана нет погрузить. Они прокляты. И их Бог накажет. И Бог сразу сказал, проклят, и ты будешь, если будешь заступать за этого Попа, проклят, то меч Господень удержится от крови. Иеремия 48-10. Это поповское. И как ты отверг слово мое, он отверг его, то и я отверг тебя от священодействия. Осия 4-6. Пророки все кричат вопят против священников. У меня родная сестра работала в епархии. Там была очень известная богослов, как называют их. Отец Александр Пивоваров, трагически погибший, сгоревший в машине. И он моей сестре говорит, у нас тут цеперхиальное собрание будет, ты посмотри там по симфонии. Что там о священниках говорится? Она пришла и на бумажке ему, видимо, показывает и говорит, батюшка, а я ничего хорошего не нашла. Все пророки осуждают священников, Бог проклинает ваши благословения. Вы благословляете, машете руку, а Бог говорит, я проклинаю ваше благословение. Люди лепятся, батюшка, благослови, а Бог говорит, проклинаю. Феофан Затворник говорит, если священник говорит, благословляю, а Бог говорит, не благословляю, то что будет утверждено на небесах? Вы недостойно причащаете, не накладываете эти мифы, потому многие больные умирают. Морги вами священники набиты. Кладбище это ваши плоды. Они не понимают, что делает. Он на мне сейчас вот пашет, лезет, гадит, а он не знает, что я молюсь о нем. Он совершенно бессовестный человек. Я его пока не могу закрыть. Просто не могу. Он должен весь вылезти. И Господь, пророк говорит, молится, Господи, не поражай их, чтобы видели последующее, что были такие люди. Коммунисты говорят, ну, у коммунистов надо убрать все памятники Ленину. Сталину хотят ставить. Я считаю, пускай стоят. Некоторые хотя бы. Чтобы на примере этого людоеда показать, вот что будет, когда от Бога отступите. Бог их священников не убивает. Допускает. Они раньше времени становятся безусые мальчишки в 17 лет. То есть правила попираются всех. Канонического православия сегодняшнее понятия не имеют. А меня обвиняют, когда все по правилам. То есть Достоевский говорит, если хочешь уязвить человека, ужалить его, обвиняй его собственными недостатками. А человек будет думать, да это ты же про себя говоришь. У меня такие встречаются. Пытка вопрошала, говорит, а боль отвечала. Савонарола сказал. И где-то беседовали они, я не знаю с кем, думаю, с патриархом Кириллом. И сказали, пусть остаются как есть. И он мне это сказал. Когда приехал Антоний Масендич, он мне говорит, я беседовал с патриархом Алексеем вторым-то, и он меня спросил, ну а какие ваши отношения с Игнатием Лапкиным? Я сказал, неплохие. То есть они желают, знают о нас и желают, чтобы наши отношения были хорошие. У нас отношения хорошие. Какие хорошие? Мы говорим правду. Мы обладаем одним великим даром свободы, которого у вас нету. Вы трусливые, боязливые и трусливые, корыстолюбивые, корысть и трусость, трусость и корысть. Вы боитесь всего в глаза заглядывать, и как епископ скажет. Этот Дудин-то мне что про епископ поговорил? Я могу это все выставить? О его жестокосердии, о его криках, о его ругане. Ну не надо это. Он не такой, другим быть не может. Из вашей среды его ставят-то. А наш-то епископ какой? Я этого не слышал, не видел. Был не такой, убрали. Я написал письмо митрополиту и патриарху, патриарху, о нашем митрополите. Так он мне ответ дал, митрополит, тогда епископ был Сергий. Как высоко оценили мою работу, да я не такой, то другое. Вот надо знать, чтобы он знал, чтобы он был против. Они сейчас будут стравить и писать везде, сергианцы. Они только на подлогах, на кляузах, на сексотничестве. Он не может еще больше делать. А можно, чтобы он не делал? Не может. Демон не может не обольщать. Это есть печаль сатаны, Мария Карелия, там, брокера приписывает. Или Брэм, Стокер, кажется, назвал неправильно. Вот. Перевод Марии, это, Кропоткиной, книги не Кропоткиной. Я, говорит, хотел бы не скушать, но не получится. Такой роман есть. Печаль или скорбь сатаны. Он не может священник по-другому? Не может. Он хотел бы, но не может, потому что предал душу дьяволу. А Игнатий в лапах сатаны оборони Бог. Свободного человека взять не может. А смирение не знаете. Где Серафим сказал, стяжи, дух мирен. Давыд говорит, я мирен, но только заговорю о них к войне. Серафим не говорил это, если говорил, то ошибся. Не было вокруг него тысяч. Фактически ни одного последователя по сегодняшний день нет. Почему? Потому что совершенно противоположным путем шел. Написано, идите по всему миру, а не совите к себе весь мир. Вот что я сказал. У Серафима есть слова, которые надо принять во внимание, как главнейшие. Стижите стяжание Духа Святого. Вот. О чем надо знать. А то Дух мирен и добавляет всего. Спасутся тысячи. Нигде никто не спасается. Я буду мирно сидел, руки сложил, не получится. Вот прочитал я несколько мест писания. Проверьте их. Вначале с чего? С кривых гвоздей. Слова мудрых, как вбитые гвозди. Как иглы. Игла у меня кратко Игнати, Лапкин. Иг, Ла с большой буквы, А. Один раз встречается Игла, слово Лапкин Лапка, а один раз Библия. Паук лапками цепляется в царских палатах. То есть я незначительными событиями дохожу до самых высоких людей. Я уже знаю, кто смотрит наш сайт, кто приходит, от кого бывают отзывы. И который сам не может выйти, он через других. Вот сегодня только заказали полный комплект. И кто? Гонимые которые, полный комплект книг. И чтобы для Слова унищижаемые, вот чем больше они будут меня поносить, тем благословением будет наш труд. Англичане говорят, если дело твое не терпит сопротивления, то оно не устоит. Если тебя не поносят, если тебя все принимают, и все говорят хорошо, то не можешь спастись. Это и Христовые слова, и слова святых. Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо, а нас все люди не говорят хорошо. А вот если бы Дудин был здесь и осветил воду, вы бы стали? Для меня не Дудин Бог, я не к Дудину пришел бы, а к Богу. А вот он приехал бы сюда, вы подошли под благословением? Подошел, поклонился многим, отче, благословите. Вот так. Человек это космос. Я говорю все ему для того, чтобы он исправился. КОНЕЦ КОНЕЦ